Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. Сегодня 19 октября 2019 года. В московском регионе температура за бортом плюс 16, что радует ясный светлый день. Температура в помещении плюс 22. Влажность 55%. И, собственно, речь сегодня пойдет вот об этой замечательной орхидейке. Это Асканопсис Ирен Добкин, которая была посажена 30 марта 2018 года вот в этот вот волшебный горшочек для наращивания корневой массы. Вот такая веселенькая растенница. Очень туго растущая. Вообще Ирен Добкин, она такая нещедрая на листья и очень тугодумка. Ну, растение себя чувствует замечательно. Но сегодня я решила ее пересадить из вот этого волшебного горшочка в горшочек Арте, в классическую систему на автополив. И сейчас я приступлю к этому действу. Так, сейчас я разберу вот этот вот горшочек и все, что в нем находится. Сверху здесь лежит мух с фагном. Посажена она была в кору сосновую с циафлорой и углем. Сейчас попробую ее оттуда вот так вытряхнуть. Аккуратненько. Ее оттуда вытянуть. Выпирается. Но я очень аккуратно. Очень аккуратненько. Ну вот она все вышла. Моя красавица. О, сейчас мы посмотрим эту красоту. Так, горшочек я убираю. Сейчас мы посмотрим эту красоту. Ну что, меня радует. Меня результаты очень радуют, впечатляют. Посмотрите. Ни одного гнилого крышка. Все у нее супер-пупер. Единственное, что у нее вот этот вот листочек. Так. Вот этот вот фласочный листочек. Вот она его отжелтела. Сейчас я его удалю аккуратненько. И посмотрю, что там. Вот этот листик тоже я удалю. Сейчас я посмотрю, что там у нее происходит. Симпатичного такого. Так, вот здесь чешуечку я вижу. Тоже я здесь листик снимала. Так, аккуратненько вот так вот чешуечку удалю. Инструменты все обработаны водкой. Все надо делать аккуратно, по возможности, стерильно. Так, вот этот, что у меня здесь, где кусочек этого листика нет. Вот тут ничего у нас. Вот здесь чуть-чуть. Вот он. Все. Вот я удалила. Ну и все. Красавица моя. А, вот этот листочек тоже надо удалить. Он вот, видите, как из-под низа растет. При посадке он мне абсолютно здесь будет не нужен. Вот так легко снимается. Здесь сейчас проверю, чтобы чистенько было. Так, все оригинальным образом. Посмотрите, какие у нас корнюшки суперуские. Такие вот. Очень все хорошо. Я очень переживала. Посмотреть, что там будет внутри. Ну вот полтора года она просидела в этом горшочке. И ничего, собственно, не случилось. Никакой не гнили, никаких поражений. Корни в активном росте, здоровы и замечательны. Так, сейчас я ее, красавицу, определю. Вот в эту вот посудку, пока я здесь буду подготавливаться. Так, сейчас я сюда налью водички. Водички налью. И сейчас я ее туда отправлю. Буквально на несколько минуточек. Чтобы смыть остатки мха. И грунчика, в котором она росла. Кусочки коры, которые сами отделятся от корней. Насильно я ничего отдирать не буду. Добавлю туда капельку НВ-101 натурального виталайзера. Вот так. Капелюшечку. И отправлю красоточку. Вот так. Вот. Пусть она здесь побулькается немножечко. Вот таким вот образом. Так. Сейчас я расскажу, во что я ее буду сегодня сажать. Буду я ее сажать в грунт Nano Prof от Effect Bio Ultra Effect Plus с пеностеклом. Фракция 12-28. Ой, извиняюсь, брохнула. Посудка стеклянная. Но мне удобно в этой посудке. Вот так вот. Грунтик я высыпаю. И мне очень удобно. В одном из комментариев мне написали, что Наташа, как же так? Вы были противницей пеностекла, а сейчас изменили свое мнение. Я ответила, что времена идут, мнение меняется. И эти все посадки я не примену вам сказать, что эти все посадки экспериментальные. И я за растениями наблюдаю. И, собственно, почему бы нет? Производители изготавливают новые грунты. Не руководствуясь на видео некоторых блогеров, которые заявляют, что производитель Effect Bio увидел в ролике посадку пеностекло и кору. И тут же же прям поставил на поток вот такой вот грунт. Это все ерунда. Производители и менеджеры думают над тем, чтобы производить качественные грунты для наших растений. И те компоненты, которые они производят и которыми они торгуют, они их смешивают, составляют композиции. И еще раз повторюсь, это независимо от того, что те или иные блогеры делают какие-то посадки. Итак, значит, сажать я буду в горшочек емкостью 1,2 литра арте. Вот я его ошпарила кипятком. И сейчас мы начнем посадку. На дно горшка я насыплю пористый дренаж керамзитовый от Moris Green, который я покупаю за свои деньги. Я сегодня просто увидела один ролик, где не очень лицеприятно, как-то некорректно был отзыв о лампах мини фермер. Я написала комментарий, опять же с оговоркой, спасибо за понимание, что ролик некорректный и что каждый покупатель и потребитель руководствуются своими желаниями и возможностями, что ему приобретать. Выбор ламп и других вещей, товаров народного потребления широк. И знаете, хочется сказать, что кто-то ездит на велосипеде, а кто-то ездит на инфинити. Так вот, если вы ездите на инфинити, то можно было бы купить и лампы, например, от мини фермер. А не вот такие вот критические заявления с надрывом в голосе, переходящими на фальцет. Я всех уважаю, блогеров, на которых я подписана, с некоторым у меня мнением расходятся, но это не значит, что я настроена враждебно. Я просто бы, как бы, отзывы свои, вот свои отзывы. Но всех я люблю, как бы, некоторых, как говорится, любя, ненавижу, но ненавижу, опять же, не в злом смысле этого слова, а в том, что, ну, критически, да, вот настроены мы с некоторыми товарищами по отношению друг к другу. Но это не значит, что вот надо вот такие вот нелестные отзывы оставлять о производителях. Производители нам ничего такого не сделали. И, еще раз повторюсь, всяк выбирает по своим желаниям, по своим возможностям. Еще раз скажу спасибо за понимание. Так, итак, я насыпала 2 сантиметра керамзита от Моррис Грин, который я покупаю за свои деньги. Это теперь будет моя любимая фраза, наверное. Так, и достаю нашу красавицу Ирочку Добкин. Какая она моя красавица. Сейчас я ее достану. Вот так вот симпатично. Побульков. Вот с нее смылась пылечка. Очень листики неудобно протирать. Она такая раскорячка с загнутыми кончиками. Вот все супер, вообще супер. Так, сейчас еще чуть-чуть булькну, чтобы мох убрать отсюда. Так, вот, отлично, моя красавица, отлично. Вот смотрите, что у меня получилось. Вот такая красота. У нее, кстати, новенький листик, видите, в краб пошел. То есть появилась пигментация. Очень я рада этому событию. Все жду, жду, когда Ирочка у меня надумает свисти. Но Ирочка пока, как все Ирочки, у меня старшая дочка Ирочка. Они очень романтичные и загадочные. Так, итак, приступим к посадке. Сейчас я поменяю местами, поиграю в шашки. Вот таким образом. Поставлю сюда грунтик, чтобы мне было удобно сажать. Все, все готово к посадке. Итак, приступим. Сейчас я примерю вот так вот. Угу, замечательно. Вот сюда я на дно горшочка не буду в этот раз сыпать грунтик. А вот таким образом я сейчас девочку размещу. Корешочки к стеночкам горшка расправлю. Очень удобно мне это делать. Вот такие у нее хорошенькие корешолички. Ну, прелесть моя, прелесть моя девочка. Листики-то мы загнем вот так. Да, вообще супер. Смотрите, как она уместилась. Очень даже симпатично. И начнем присаживать. Начнем присаживать ее очень быстренько и симпатичненько. И будет моя девочка расти пожевать и добра нажевать на радость мне. Вот так. Очень даже, очень даже хорошо у нас получается. Ира Добкин. Очень красивый Асканопсис. Шикарный просто. У меня два. Их я надеюсь, что два. Потому что у меня еще есть, возможно, я и Рендобкин, которую я покупала безымяшкой. Возможно. Потому что, судя по характерным листьям, вот по этой загнутости, да, такой, возможно, это и Рендобкин. Возможно и нет. Будем посмотреть. Так, сегодня, когда я проснулась и включила подсветку, я почувствовала незнакомый мне запах. Я пошла по полкам стеллажа обнюхивать методично цветочки. Ничего я такого нового не почувствовала. А вот новое я почувствовала как раз, как вы думаете, новый запах исходил от азиатского дикого кота. Малыша моего, который раскрыл второй цветочек, которого я на днях показывала в видео. И вот он таки заароматил, что не делали его предшественники. То есть те коты, которые живут уже у других хозяек. Они не ароматили, несмотря на свою массу, на свои огромные размеры. Они почему-то не ароматили. И они меня не устраивали. Вот я... Да, наверное, я не жалею, что я их продала, что они живут на радость своим новым хозяйкам. Живут не у меня. У меня теперь есть котик, пусть даже у него и обстриженный центральный листик. Но там новый листик обязательно вырастет, который пострадал. Так. Все супер. Все супер. Вот так. Грунт я сильно утаптывать не буду. Вот эти листики, крючочки, они сопротивляются. Моя девочка, моя пумпочка. Мне так нравится это слово пумпочка. Я своих дочек так называю. Мои пумпочки. Мои красавицы. Вот так мы присядем, девочка моя. Как тебе будет теперь хорошо? А то я все время думаю, как там у нее внутри, что у нее там внутри. Я, конечно, нисколько не умиляю. Свои закрытые системы. Мои закрытые системы все работают. В них замечательно растут растения. Особенно, кто знаком с моими волшебными горшочками, это когда-то купленные такие вазочки-подсвечники. И вот я ими уже несколько лет пользуюсь. Выращиваю в них малыши и реанимашечки некоторые. Растения в них замечательно проходят адаптацию. Замечательно наращивают корневую массу. Восстанавливаются. И я их пересаживаю уже в другие посадки, в другие системы. Так, Ира Добкин. Несмотря на некоторые саркастические, так сказать, высказывания. Не у меня на канале, я просто так вот по форумам хожу, что типа утверждают, что некоторые растения там типа водохлебы, да это не так, да это просто так. Нет, послушайте, Ирэн Добкин, она реально, она очень любит пить. Ее ни в коем случае нельзя просушивать до хруста. У нее всегда должна быть водичка. Это такой капризный асконопсис, который не у всех растет. Вот у многих эта орхидея гибнет на первых месяцах своей жизни в тех условиях, в которых ее содержат новые хозяйки. Так что, вот кто хочет себе приобрести Ирэн Добкин, учтите, что это растение очень любит влажность. Все, посмотрите, как красиво получилось. Сейчас я достану горшочек из кашпо. Очень хорошо получилось. Воздушные карманчики, вот корешочки. Замечательно, здесь у меня прям дыра образовалась. Эту дыру надо срочно ликвидировать. Сейчас я возьму палочку, у меня здесь есть вот такая. И сейчас я аккуратненько вот так вот туда пропихну грунтик, чтобы не было вот этой вот дыры. Дыра нам не нужна. Вот таким образом. Да, и вот здесь вот тоже надо аккуратненько по стеночке горшка вот так вот отодвинуть, протряхнуть туда грунт. Все, по-моему, больше нет таких больших зазоров. Вот здесь еще вижу зазор большой. Вот так. Ну, то есть это можно сделать, пока растение не... Так, 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 так. Ага. Пока растение не впустило туда корни, пока есть пустые места, можно сразу при посадке вот так вот оглядеть и слишком большие воздушные карманы ликвидировать. Так. Вот таким... Да что-то мне все с щепочкой попадаешься. Вот грунт эффект био, сочтите, это реклама, не реклама. Мне он чем нравится, то, что здесь и щепочки, и кусочки, и палочки попадаются. Все самое вкусное для орхидеи. Пусть утверждают некоторые любители орхидей, что орхидея это дочь воздуха. Нисколько не умиляю ваше мнение. Да, она дочь воздуха, но она и королева мусорных куч. Вот, пожалуйста. Все, я посадила. Теперь я быстренько... Сейчас у меня есть замоченный мох-спогмоз новозеландский, и я сейчас обложу ее сверху мхом, чтобы влага, которая находится на дне горшочка, потому что она будет содержаться на автополиве, то есть доливом воды на дно кашпо, и чтобы влага, которая там находится, поднималась не только по корням, но и обеспечивала влажность внутри горшка. То есть наверху может быть сухо, сухой грунт. Замачивать я ее не буду. Сегодня только вот замочу ее, а вся влага будет подаваться снизу. У меня так орхидеи растут замечательно, им все нравится. Никто еще не умер от того, что в верхней части горшка сухо. Наоборот, это предотвращает гнили основания стволика и шеи. Так что, вот таким образом. Вот. Видите, как быстро и непринужденно. Пересадок так много. У меня не хватает ни два выходных. Я уже говорила, как-то мне нужен еще один день. Пересадок очень много. Сегодня буду еще пересаживать растения. И столько дел накопилось вообще всяких жизненных. Но орхидеи на первом месте. Надо корректировать посадки. Новые, которые орхидеи стоят в ожидании пересадки, тоже надо пересаживать. Несмотря на то, что сейчас идет так называемая убывающая луна, но это не значит, что мы не должны совершать посадки. Не должны совершать посадки только в запрещенные дни. В запрещенных дней я придерживаюсь. Остальное я не придерживаюсь. Ну, то есть, согласно календарю садовода и цветовода, в незапрещенные дни я пересаживаю. И в полнолуние я тоже не пересаживаю. Там получается 5 дней в месяц. Около 5 дней в месяц я не сажаю. Все, я посадила. Посмотрите, пумпочка моя маленькая. Сейчас собака прибежит, будет рычать. Она тоже пумпочка. Вот так вот, смотрите, как хорошо получилось. Все очень красиво. Горшочек легенький-легенький. И сейчас этот легенький-легенький горшочек я замочу. Вот так вот поставлю в кашпо. Возьму мерный стаканчик. Он у меня на 500 мл. Налью сюда водички. 450 мл. Добавлю сюда фитоспорин М. Биозащиты от грибных и бактериальных болезней. Растворчик сделаю как чаечек такого цвета, некрепкий. Вот так примерно, на глазок. Вот так, достаточно будет. Запашок я уже неоднократно заявляла. Но такой, да. Натуральный. И буду заливать вот так вот по стеночке горшка. Раствор фитоспорина М. В этом растворе Ирочка моя будет находиться около 40 минут. Так, замечательно. Сейчас я подолью водички. Отстоянной. Не доходя до края горшка. Полтора-два сантиметра. Вот она всплывает, потому что она очень легенькая. Вот так будет отлично. Сейчас я покажу. Вот столько примерно. Видите? На 40 минут, да, я ее оставлю. Потом солью и поставлю под досветку. А завтра я ей подолью вот сюда водички на дно кашпо. До уровня керамзита. То есть от дна горшка где-то на 2,5 сантиметра. Расстояние индивидуальное в зависимости от того, сколько керамзита у вас там лежит. То есть керамзит должен быть покрыт водой. Потом вода эта и испаряется естественным образом. И как только вы увидите, что водичка практически испарилась, но на дне все равно чуть-чуть есть водичка. Нельзя совсем на суху оставлять. Мы доливаем еще сюда водички до уровня керамзита. И так вот каждый раз. Все индивидуально. Совершенно не получается там раз в 7 дней, как я раньше поливала там раз в 10 дней. А вот все индивидуально, несмотря на большое количество орхидеи, находящихся в моем содержании. Все, дорогие мои. На этом мы с Ирочкой будем с вами прощаться. Пожелаем ей хорошего роста, скорого возможного цветения, Всем желаю здоровья вам и вашим растениям. Солнце в душе и на небе. Отличных выходных. До свидания. Всегда ваша Бокова Наташа.